Между тем, власти Китая на прошлой неделе объявили о предстоящих реформах финансовой системе страны. Для этого создали новый финансовый надзорный орган, который должен устранить пробелы в регулировании. Но аналитики инвестора прошлой рейтер считают, что это приведет к большему государственному и партийному вмешательству. Продолжит тему наш виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Жалдар. Сегодня рынок ценных бумаг Китая оценивается в 57 триллионов долларов. Намерение провести реформы и усилить надзор за финансовыми организациями подтверждает заявление Си Цзиньпина, прозвучавшее на прошлой неделе. Новый регулятор заменит надзорный орган банковского и страхового секторов. Агентство Рейтер также узнало, что в КНР планируют восстановить еще одно управление, которое, как ожидается, будет подчиняться непосредственно центральному руководству партии. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что перестановки в регулирующих органах означают ужесточение государственного контроля, что может привести к большему вмешательству или репрессиям в отношении финансовой деятельности, особенно в частном секторе. Другие считают, что это поможет второй по величине экономике мира контролировать ее государственный долг, поддерживать рост и создавать кредиты, одновременно сдерживая пузыри активов. Коллеги. Спасибо, Айсанж, за подробности.